Запах дыма не выветривается спустя два месяца, а по стенам можно понять, где горело сильнее. В конце лета в доме номер 5 по улице Дзержинского вспыхнул мопед одного из жильцов. Жертв нет, а вот последствий хоть отбавляй. Смотрите, вот такие стены были. Это первые мы уже сами жильцы очищали. И вот это уже сами жильцы подвелили, а тут вообще было все черное. После пожара управляющая компания провела некоторые работы. Но качество этих работ жильцов не устраивает. Застеклили окна. Здесь вот забиты вообще фанерой. Окна застеклены поликарбонатом, что противоречит противопожарной всему. Это нельзя их стеклить. Это как для теплиц, да, Матери? Да, но он же пожароопасный и ядовитый. Если вот так еще что-то возгорание, не дай бог, произойдет. Люди просят вернуть приличный облик подъезду и немного его подремонтировать. Оштукатурить стены, побелить их, покрасить все. Ну и соответственно, хотя бы на стекло поменять. Я понимаю, нам пластик никто не поставит. Но вы поменяйте на стекло окна-то и двери. Ну, хоть бы обшили бы двери с этой стороны. Ну, это что такое-то? Содержание мест общего пользования, которым и является подъезд, лежит на плечах УК. Руководитель управляющей организации нам пояснил, что в этом доме слишком много коммунальных должников. Поэтому денег, собранных на общедомовые расходы, на ремонт не хватит. За домом, за должность там к двум миллионам. Он тоже мопеды хранит в подъезде. Этот виновник вот этого пожара не против взять на себя это время ремонта. Мы готовы материалы дать. Он согласен, не против взять там и звездки, и шпаклевки, и все там открасить, поменять стекла там и так далее. Но никаких действий владелец горевшего мопеда за два месяца так и не предпринял. Директор управляющей компании объяснил, что деревянная дверь в подъезде временная. Окна закрыли таким способом тоже не навсегда. Проводку починили. А вот по поводу остальных работ готов договариваться с жильцами. Главное найти точки соприкосновения в наболевшем для всех вопросе. Мария Костлива, Дмитрий Денисов, День с толком.